Меня еще Богомолова снял, обнаженный Собчак. И там выхватывалось лицо Олега Янковского. Первый публичный киносеанс в России, между прочим. И кино, по большому счету, в России начиналось даться. То этот актер, как правило, начинает, так сказать, сразу расти в цене, и его употребляемость повышается. Сюда сотрудники ЖКХ добраться не могут. Зацените, какой чудесный вид открывается вот из этих окон. Люди, которые ходят по этому проспекту, они даже и не догадываются, что вот здесь находится целый город. Это примерно так же, как в случае с Ленинградским металлическим заводом или с Санкт-Петербургскими Адмиралтевскими верфями, куда вы там заходите и все, и потеряетесь. Мы на Ленфильме. И, естественно, было бы странно, если бы мы были бы на Ленфильме одни, потому что где я и где Ленфильм, у нас специально обученный человек, не просто обученный, а который даже меня немножечко привлек к этой области в качестве исторического консультанта, об этом еще пару раз скажем. Алексей Викторович Козлов, режиссер, и мы находимся в его офисе, как он говорит, самый лучший вид слин-фильма. Из-за окна. Да. Значит, Алексей Викторович, во-первых, это, конечно, очень странно говорить, знаете, ваш творческий путь и прочее, и прочее. Тем не менее, вот мы сейчас находимся в месте, которое, я так понимаю, связано с определенными воспоминаниями для вас, да? Тем более, вы же, наверное, не сразу оказались в этом прекрасном кабинете. Не сразу. Но если говорить уж место, где мы находимся с вами, и вот это крыло линфильма, то, в частности, вот в этом кабинете некогда сидел замечательный режиссер Виктор Трегубович, который снял «На войне», как «На войне», это культовое кино, которое знает, до сих пор смотрят, «Даури» и так далее. Вот это было место, где он сидел. Дальше здесь возникли перегородки, которые делали не мы. Вот, и мы сюда въехали, наверное, уже лет 8 назад. Здесь действительно замечательный вид. Еще не созрело кино. Я все время думаю, а в каком же кино мы снимем этот вид из окна, и он станет кадром нашего фильма. Вот, до сих пор не созрели. Вот, значит... А вот мы когда въезжали сюда, ну, то есть, просто, если это, конечно, не военная тайна, это как происходило? Это тут какая-то очередь, или вы это арендовали? Нет, здесь же все на «Линфильм» – это все аренда на сегодняшний день. Вот когда говорят «Линфильм, Линфильм», «Линфильм» сегодня – это, прежде всего, здание, помещение, принадлежащее Росимуществу, которое сдает в аренду помещение таким студиям, как наше. И за счет этого, по преимуществу, «Линфильм» и живет небогато. Но были какие-то еще претенденты сюда, или вы просто вот уехали? Нет, здесь учитель сидел до нас, потом вот это они делали перегородки, а потом уже въехали мы. Претендентов здесь немного вообще, в принципе, потому что студий здесь находящихся немного. Это мы здесь сидим, наверное, с 2004 года. Думаю, что мы одни из самых древних уже студий, которые размещаются, постоянно находятся на территории «Линфильма» и пользоваться его услугами. Немного. Сейчас совсем немного. Сейчас больше, мне кажется, по принципу фриланса все происходит. То есть где-то они базируются, какой-то проект они собирают. Да, конечно. Это раз. Те, кто по-крепшей, по-самостоятельной, у них свои офисы. Потому что, как правило, содержание студии долгое время – это такое накопление имущества, реквизита, костюмов, техники и так далее. Что это требует складских помещений, территории, ставить транспорт и так далее. Поэтому по преимуществу студии выбирают, находят себе место, где часто не в одном месте и так далее. Потому что «Линфильм» бы это все, конечно, не разместилось, где бы мест никогда не хватило. Тем не менее, у «Линфильма» существует своя база. Вот там есть автомобили, есть реквизиторский цех, есть костюмерный цех, куда в аренду обращаемся, в том числе и мы, и работаем с ними исключительно как арендаторы. Я могу сказать, что в принципе в костюмерный цех «Линфильма» может обратиться любой человек. Не все костюмы вам доступны, но вот я знаю, что как Хэллоуин, Новый год или прочее, тут прямо мясорубка. Давайте пару слов тогда о том, что здесь по стенам навешано. Да, ну, наверное, самая интересная стена – вот эта. Да, да, да. Здесь у нас, ну, это «Тэфи» когда-то, я вообще академик российского телевидения с 2006 года. Это две номинации «Тэфи», «Победа Тэфи», «Всегда говори, всегда» такой очень известный был в свое время сериал. Вот, в первые его блоки снимал я. Вот это «Тэфи», он даже уже выцвел. Это 2004 или 2005 года. Вот, из последнего, пожалуй, что самый такой наш проект с большим количеством премий на сегодняшний день – это «Совесть», который вышел в прошлом году и где вы принимали непосредственное участие. Это три золотых кубка, полученных в Шанхае. Здесь один, представлен один у славы Тюринового оператора, другой у меня дома. Здесь у нас стоит один вот этот вот кубок. Значит, это получено вот в июне этого года. И было такое для нас знаковое большое событие. И вот последний, наверное, на «Сталкере» мы получили за этот же фильм буквально несколько недель назад специальный приз имени Переставкина. Вот, значит, вот так, наверное, то, что касается этой стены. И «Совесть» вот сегодня у нас как раз с февраля. Она выходит на платформе, на премьере. Вот очень вовремя мы сюда и зашли. Давайте мы как раз перейдем вот сюда. Вот, это фильм «Совесть». В основе этой истории Леньки Пантелеева, сбежавшего из крестов, мы очень долго ходили с этим проектом, пытались войти в детектив. Нам казалось, что хорошая детективная основа. Но постепенно мы все-таки пришли к выводу, нам стал более интересен не сам Ленька Пантелеев, его фигура, все-таки тот человек, который обеспечил ему побег. Потому что этот человек нам показался более драматичен. И по всему тому, что он совершает в сюжете, это профессор Права Летуш. И вот его фигура, он центр. Замечательный актер, здесь стоящий спиной, Владислав Комаров. Наш питерский, полностью питерская команда. Ни одного московского актера. И мы снимали это два года, попав в пандемию. Пандемия нам хорошо послужила, она сделала перерыв, мы доработали сценарий. И получилось, ну, это совсем не детективная история, это получилась такая психологическая, ну... Экзистенциальная такая картина. Да, да, норт такой, да. Вот с этой замечательной актрисой я познакомился в театре, где пытались ставить пьесу по моему роману, как тесен мир. Хорошо, соответственно, вот здесь, собственно, я и выступал в качестве исторического консультанта. Вроде все остались... Вот в этой комнате, да, очень много. Я поправил большую работу. Тут недавно я консультировал уже московских ребят по поводу КАМО. Там я просто поговорил сейчас в зуме и все. А здесь была, да, такая серьезная работа. Что, выйдем? Ну, давайте выйдем мы что? Продвинемся? Ну, давай. И потом выйдем во двор? Нет, ну, давайте мы здесь пройдемся, да. А подовернемся? Да, подовернемся. Хорошо, давайте, давайте. Чтобы тут в куртках просто не ходить по помещению. Ну, вот. Это, видите, всегда такая ситуация. Вот помещение, вот группа будет снимать кино, вот она его займет, да. И вот это очень часто, да. Вот еще советские вот эти двери. Это вот чем мне нравится Ленфильм? Это территория. Я просто как столяр. Я вот этого, уж простите меня, говна понаделал в свое время. Просто тонны вот эти вот шпанированные вот эти вот двери. Поэтому я когда на это все смотрю. Ну, что вы, здесь буквально 4-5 лет назад, когда очередная власть сменилась, и взяли и заменили вот эти дивные перила, которые здесь существовали, металлическая основа была, и вот эти вот дивные перила. Я вообще к этому очень трепетно отношусь. И мне казалось, я все время шел, да. И мне казалось, хотелось даже забрать часть перил. К сожалению, я этого не сделал. Для того, чтобы это хранилось. Потому что представить, какие руки этого касались, понимаете, причем годами, десятилетиями, да. Это, к этому у меня большой трепет. Ну, к сожалению, теперь это так, и этого касаются только наши руки, понимаете. И истории в этом нет. С кем тут приходилось вот так вот руками касаться? Ну, даже, вы понимаете, были, да. Были времена, я вообще здесь появился в 95-м году, и тогда вот встретить крыс в этом коридоре, это было более реально, чем деятели культуры. Это реально, это реально. И для того, чтобы пройти вот оттуда сюда, да, ну, порядка, наверное, там штучки две-три обязательно перебегали дорогу. Это прямо как сейчас у нас в городе. В этом коридоре не было ничего, а вот по той стороне ты идешь, вот там вот есть такой узкий коридор, по нему идешь, вот входишь, пробегает несколько крыс, пустота, особенно утром часов в 11, ты сворачиваешь туда, и была единственная вот такая дверь, на которой вы сейчас показали, на которой было написано «Трудно быть Богом, Алексей Герм». Вот, и вообще, а вот это настолько было, оно и сейчас, вот место, где мы с вами находимся, оно вроде стало более приличным, вот эти вот вещи поставили. Да, вот смотрите, какая здесь есть красота. А оно и сейчас, когда мы с вами выйдем во двор, для меня до сих пор… Это же раритет, я правильно поменял? Да, это раритет, да. То есть, ну, вы… Конечно, конечно, это золушка, да. Вот это, ну, вы понимаете, откуда это, да? Да. То есть, это модель замка, соответственно. Потом очень долгое время, вот с 95-го года, это ничего не менялось, хотя первый раз, вы знаете, я здесь оказался еще студентом, и я помню, когда я зашел, вот там вот есть кафе, то там было порядка, наверное, человек 200. Тогда можно было курить, все курили, я помню до сих пор, что я стоял, молодой человек, юный пацан совсем, и там выхватывалось лицо Олега Янковского и так далее, понимаете, и было человек 200. Сейчас вы туда заходите, но если три человека будут сидеть, то это уже большое событие. Когда это было в Питере, одно из культовых мест, и попасть на Лимфильм в кафе, это вообще было… Ну, вот, это Голливуд. Пару слов, вы же сейчас еще сняли документальный фильм, да? Ну, в процессе, да. В процессе, да. Да, 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 да. Про Петра Первого. Да, 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 да. Вот. А это вот все, что снималось, особенно, вот вы знаете, если зайти опять-таки в кафе, там, по-моему, на стене, я как-то сидел, обедал и обратил внимание, что один год и порядка пяти шедевров. За один год. Порядка пяти шедевров, которые смотришь до сих пор, и которые показывают до сих пор, и которые в топе и так далее, понимаете, в историческом. Вот там тот коридор был, вот здесь вот можно было зайти, и вот там был коридор, где сидел Герман. А вот в кафе вы можете зайти, насколько здесь пусто. Прилично, но пусто. Раньше было менее прилично, но вот с этой точки, вот там было человек двести, вы представляете? И все это были лица, понимаете? Это было потрясающе. Вот здесь как раз, наверное, наша классика жанра. Сменили чуть картинки, но даже вот по этому картинку вы видите, да, что здесь было и что здесь снималось. Понимаете, потому что Ленфильм в свое время, я думаю, что вот как раз годы 60-е и 70-е, это годы такого ренессанса, который мы пропустили. Да, мы до сих пор не осознаем того, что мы были в ренессансе, ренессанс был с нами. И вот тогда Ленфильм, конечно, был весьма наполнен событиями. Вот. Вот они все классики. А вы-то как вообще, ну то есть с чего вы решили кино заняться? Ну, я закончил режиссуру в нашем институте культуры, находящимся вот здесь за мостом. Потом я начал снимать документальный цикл «Криминальная Россия». Был такой достаточно известный. Он шел по НТВ. Это было в конец 90-х годов. Вот я, наверное, снял «Семь», и там нужны были такие игровые вставки. И очень часто, так сказать, нужно было приглашать актеров. И там вот появился такой у меня киношный опыт уже работы с артистами. И дело не сюжета как таковое. И после этого, да, пошли сериалы, как раз стало все возрождаться. А вот конец 90-х, который я вспоминаю, это как раз не было ничего. И как-то приехала сюда группа. НТВ тогда только начиналось. И нас свирали даже не здесь. И они бросили клич и стали собирать режиссеров по Питеру с тем, чтобы найти тех, кто способен будет это делать. И вот я оказался, так сказать, один из них. Я принес очень хорошую зарисовку, сделанную с актерами. Вот так, в принципе, я начал работать в документальном кино, потом пришел в игровое. Вот так это было. Но потом сериалы. Я очень много снимал в Москве, кстати сказать. Тот же самый «Всегда говори всегда». А вот последнее время мы перешли. Вот «Спасти Ленинград». Вот сегодня, сейчас вот молодежное кино, это все полный метр. Да, да, да. Ну, я боюсь, что Мосфильм, Одесская киностудия и все остальные, конечно, немножечко не согласятся с этим. Но каждый кулик хвалит свое болото. Вот, вот здесь есть пространство. Ну, вот еще осталось, видите? Вот это осталось. Значит, вот те самые двери. Вот это пространство, вы знаете? Вот это павильоны, которые, слава богу, до сих пор работают. Это очень большие площади. Здесь снимали много всего. И даже все эти старые песни о главном под Новый год. Вот в те годы, в начале 2000-х, Олег Гусев всегда загроряли здесь. Здесь всегда было очень много народу. И эти павильоны востребованы, надо сказать, по сей день. Здесь буквально секунду прервемся. Здесь просто раньше, на этом месте, находился очень приблотненный ресторан «Аквариум». И вот эти все вещи, я так понимаю, посвящены. «Аквариум», да. Он находился там, с другого входа, да. Но «Аквариум», да. И кино, по большому счету, в России начиналось до отсюда. И вот здесь есть мемориальная доска, которую, к сожалению, не все увидят прохожих. Но мы увидим. Видите, здесь, в бывшем театре. Первый публичный киносеанс в России, между прочим. Проникнуйтесь в эту идею. Вот здесь такая... Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, узнаю, узнаю, да. Здравствуйте. Это мой Петя. Я надеюсь, что иду в кадр, хочу, чтобы он был ассистентом. Хорошо. А это журналистка? Все же переди. Да. Журналистка. Да. Вот здесь находятся костюмерные и гримерные по преимуществу. В значительной степени это. И вот, вы знаете, вот когда я говорю, что для меня это до сих пор декорация из фильма Алексея Германа, это правда. И когда Герман умер, и, понятно, прощание было вот там, в том павильоне, я старался успеть. Я приехал, как раз уже в процессе выходил во двор, вот через эти вот двери. Вот вы знаете, а как у художника, ну, Чехов приехал, вообще известно, в вагоне из-под устриц, да, у Толстого, знаменитая его могила, вот там на обрыве. То есть каждый художник, у него точка, как правило, вот если она совпадает своими мировоззрениями с тем, что он делал, да, то, как правило, это сходится, и это всегда прекрасно, да. И у Германа вот это сошлось. И когда я увидел, еще была такая серая погода, и шел дождь, и я посмотрел на все это, и подумал, ну, вот оно, понимаете. Вот это его мир, и он так и остался, и он уходит вот из этого мира, понимаете. Очень похоже в декорационно, вот интонации, да, с его картиной. И это, конечно, до сих пор, по большому счету, для меня лично, это, конечно, студия его имени, да, вот для меня лично, студия его имени. Мы там окажемся, только единственное, что мы сейчас вернемся, возьмем курточки, и пока мы пойдем обратно, мы будем... Простите, пожалуйста, меня еще Богомолова снял, обношенный Собчак. Дземичкова. И заслуженное, вы знаете. Да. И за 90 лет, и прекрасный режиссер. Низкий вам поклон. Спасибо. Вот так. Золотим. Да. Да, да. Поправимся. До свидания. Это обязательно. Это, видите, еще откуда-то оттуда. Это такое эхо, носящееся здесь, да, слегка смошечо, но все-таки оно прекрасно. Не, но кино без какого-то элемента, как сейчас мы говорим, фриковатости, да, без... Она же как бы и не состоится. А вот этот вот ваш фильм «Совесть», который сейчас выходит, вы специально делали ставки на такие, там же такие очень долгие, длинные планы, то есть вот монтажные склейки гораздо реже, чем в современном кино. То есть мы же понимаем, что это будет кино, ну, не люблю это слово, но не для всех. Ну, конечно, это кино не для всех. Понимаете, кино складывается... Кино вообще это живое существо. И вы с ним имеете отношение, и оно не всегда с вами соглашается, между прочим, да, и вы не всегда даже, понимаете, хотя вы его придумали, и вы даже написали сценарий, как это делаю я по преимуществу, когда оно начинает быть живым существом, вы начинаете с ним разговаривать. И оно начинает какие-то вещи диктовать и даже подсказывать. Это часто бывает зависит от актера, которого вы взяли в центр. И вот когда я говорю про актера Комарова, Владислава, то я понял, что у меня актер, который способен держать. Это не всегда бывает. Да, причем держать просто стоя в кадре. Вот, дано. Понимаете? И когда ты получаешь такого актера, то ты понимаешь, что тебя, ты увлекаешься самой жизнью, которую он дает, ты понимаешь, что ее не надо рвать сейчас, да. И ты понимаешь, что ты можешь проследить очень долгий момент жизни. Вот там есть этот эпизод, когда он стреляет за столом, да, когда он входит себе в квартиру и берет пистолет. Это было снято несколько... Какие-то дивные просто фотографии, да. Вы рассказываете, мы будем это иллюстрировать. Ну, это не совсем иллюстрация к нашему. Значит, да. Вот. И вы можете проследить фрагмент жизни, да. И это рождается вот по этой причине, да. Это не вопрос вашего замысла. Потому что если бы вы понимали, что актер где-то проседает, да, и где-то, так сказать, вам его придется перекрывать, вы будете снимать обратные точки, укрупнения и так далее. А когда вы понимаете, что он вас держит, да, и будет держать зрителя, и у вас в этом нет никаких сомнений, вы тогда начинаете работать так. И актер в данном случае, актер в данном случае в значительной степени определяет стилистику, в которой вы начинаете работать. Понимаете? А это может быть и не актер. Понимаете? А это может быть, но еще плюс совпадение, конечно, декорационное, когда декорация вам позволяет это делать. Но как-то вот здесь совпало и то, и другое. И мы поняли, что нужно работать так. А вот тогда вопрос, ну, чисто конъюнктурный. Вот такого рода кино, которое не пойдет там в широком прокате, которое изначально не ориентировано на какие-то массовые сборы денежные. Оно вообще за счет чего существует? Ну, это же ведь кинопроцесс, это очень дорогостоящая история. Это все зависит от того, откуда вы получили финансирование, благодаря чему вы начинаете снимать это кино. Допустим, там «Спасти Ленинград» – это была одна история. И мы понимали, что нам нужно делать кино, блокбастер, для того, чтобы в том числе и то, что называется «Отбиться по деньгам». И там эта ставка была, да, отсюда это зрелищное кино, да, с большим количеством происходящего в кадре у экшена, да, и так далее, и так далее. Он, кстати, был номинирован на премию, специальную премию за экшен каскадерскую в Голливуде. Да, вот, значит, и это одна история, и вы понимаете. Здесь мы, в принципе, поняли, что у нас есть возможность сделать вот именно это. Мы же начинали действительно с детектива, мы хотели сделать детектив, да, ну, то есть более зрелищный, да. Но потом, когда у нас писал сценарий, когда мы нашли актера, который способен делать несколько другое, когда возникла пандемия, сделавшая паузу, и так далее, мы поняли, что у нас есть возможность снять кино, ну, вот то, которое хочется, не играя с публикой. И даже мы осознанно сделали его черно-белым, потому что это отсекает определенную часть аудитории, которая просто не смотрит, ну, любитель экшена не смотрит черно-белое кино. Понимаете, ему не надо его смотреть. Это фильм «Совесть», это о другом, да, если Бога нет, то можно все, да. Сейчас мы на секунду прервемся и продолжим там, где вот мы с вами расстались. С погодой повезло сегодня, не минус 20, ну, то есть вот это та самая дверь, где мы выходили, и вот это внутреннее пространство, которое, конечно, несколько отличается от фасада, но, с другой стороны, тут, в общем-то, особо незачем красоту наводить, потому что все эти здания сугубо утилитарные и предназначены исключительно для кинопроизводства. За то, вот, что в них происходит потом, да, по финалу, вот оно очень сильно отличается от всего. Сюда можно заехать, кстати, с Ронверской улицы на автомобиле, но только тем, кто здесь работает. Вот это тот корпус, откуда мы вышли с вами, вот он изнутри выглядит вот так. Всего 10 корпусов здесь, и вот, если мы с вами дойдем, там будет как раз десятка, это все по названиям корпусов, а вот это, между прочим, сквер безработных артистов. Вот на этих лавочках в летнее, весеннее, осеннее время, как правило, они сидят. Я своим студентам запрещаю здесь находиться, потому что можно схватить не ту бациллу, знаете, и стать безработным артистом. А раньше безработные артисты, причем известные сегодня, и особенно начинающие, они всегда стояли перед центральным входом, потому что все мэтры, кто были не на съемках, они заходили через центральный вход, и там все время стояла молодежная тусовка, которая, да, да, пыталась, знаете, очаровать ассистентов по актерам или самих мастеров, это было там, там было всегда многолюдно, сейчас совсем нет. А сюда просто так ведь не попадешь? Ну, по вызову там, по студии, у кого-то есть пропуска, ну, они частенько вот здесь сидят, такая грустная кучка, человек 5-7. Хочу показать, иди сюда, очередное народное творчество, даже досюда добрались. Лошина не ставить. Люди везде найдут предмет для самореализации. А вот сейчас очень часто говорят про то, что, ну, вот, почему одни и те же актеры у нас снимаются, что это какое-то предпочтение продюсеров, режиссеров, есть там чуть ли не какие-то стоп-листы и так далее. Вы как-то можете это прокомментировать? Вы знаете, это сильно преувеличено. Преувеличено и дал такой какой-то неправильный крен всему. Дело в том, что в кинобизнес в начале, то есть в 90-х, в конце 90-х, в начале 2000-х, когда он только стал появляться, вошло достаточно людей, которые раньше занимались шоу-бизнесом. Ну, и продолжали заниматься шоу-бизнесом. И попробуя, и они сделали эту самую попытку, и у них это частично получилось, да, формирование такой звездной бригады, в основном за счет телевидения. И это очень неверно, по той причине, что качество актера упало очень. И если бы, знаете, я все время провожу параллель, говорю, что вот в нашем большом драматическом театре в свое время было звезд мирового порядка, ну, думаю, что 10 – это как минимум. И если бы я там в 70-х годах, когда я только учился, проводил бы параллель, так сказать, со звездами Голливуда, то в России в целом я бы набрал их гораздо больше. У нас актер Вестник, Евгений Вестник, был всего лишь навсего королем эпизодом, да, и, по-моему, не имел ни одной главной роли, и таких было достаточно много. Ермольник, только у Германа, по-моему, главный. Ну, Ермольник – это уже все-таки позже, да, вот. Но я имею в виду именно той поры, и это было очень правильно. Плюс качество актера упало из-за отсутствия литературы, из-за отсутствия режиссерских имен, да, пришло продюсерское кино, продюсеры очень часто не понимают природы вообще существования артиста, и у них нет той базы знаний предмета, который был прежде, да, и который обязан быть, и отсюда возник такой, ну, внешний, очень быстрый, да, рисунок определения, понимаете? Вот он снялся там, следовательно, он звезда, и, следовательно, он хороший актер. Но актер должен попасть в роль. И там есть такие тонкие вещи с точки зрения его выбора, понимаете, которые, вот, которые, к сожалению, не учитываются, особенно это касается телевизионных проектов. Вот если он там, на этом канале, снялся в проекте, который сделал, скорее, может быть, за счет сюжета, может быть, еще за счет чего-то, ну, попал в проект и сделал рейтинг, то этот актер, как правило, начинает, так сказать, сразу расти в цене, и его употребляемость, да, повышается, да, да. Ну, то есть, правильно ли сказать, что, несмотря на то, что выпускается огромное количество актеров, там, не только в Петербурге, в Москве, еще в ряде других городов, все равно из этой общей массы найти, вот, как вы говорите, человека, который бы держал кадр, очень сложно. Конечно. Конечно. Ну, и потом, каждый актер существует для своей истории, понимаете? Амплуа. Амплуа, ну, это раньше называлось амплуа, сейчас его просто-напросто нет, понимаете? И потом актер, это ведь прочтение сюжета, понимаете? Вы, что Станиславский говорил, там, выбор артистов, назначение на роли, это 50% успеха. Ну, так это как? Понимаете? Это же надо препарировать как сюжет и понять, про что ты будешь делать, да, чтобы понять, что тебе нужно это лицо. Ну, это такая отдельная работа, которая, в принципе, я раньше этому выбрался, когда работал в телевизионных проектах, сейчас я перестал это делать, потому что, когда, знаете, ищут долго. Вот мы искали очень на совесть, искали очень долго. А это распространенная история, когда люди очень долго ищут главного героя, и есть масса историй, когда они вдруг находят его где-то случайно, совершенно, и вот режиссер понимает, это оно. Да, 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 да. Ну, это, знаете, это процесс. Вот мы с вами пришли, вот это называется «Десятка». Мы же, видите, соседствуем с жилым домом. Да, вот там, чтобы вы понимали, там Кронворская улица. Мы, на самом деле, потом даже отдельно подснимем въезд сюда, чтобы знать, откуда вообще люди объезжают. Вот, это «Десятка». Но если хотите, мы поднимемся туда вот. Да, давайте, это интересно. Как раз и обучает. Мы пока будем подниматься, чтобы вас не напрягать разговором во время подъема, я могу от себя рассказать. У меня есть известная история. Она, конечно, не такая масштабная, как ваша. Мне не надо было искать актрису, мне надо было искать модель. В Москве я работал главным редактором журнала. И вот та же самая история. Моделей миллион, но вот найти девушку, которая бы смотрела в камеру и держала бы кадр, очень сложно. И в итоге, знаете, кого я нашел? Она тогда еще только начинала. Юлия Снегирь. Я даже не знал, что она актриса. Я просто ее сфотографировал. И потом, спустя много лет, я попал на пресс-показ фильма Бондурчука. И я смотрю, сидит какая-то знакомая девчонка. Я понимаю, что это та самая Юлия Снегирь, которая снималась у меня за 150 долларов. Из них 75 отдала агентству. Но именно за счет того, что она была актрисой, она могла посмотреть в кадр так, что, в принципе, больше ничего не нужно было делать. Фотограф мог только просто поставить камеру и все. Там сейчас ведь актерские курсы у вас. Да, да, кинокурс так называемый. Сейчас я посмотрю, открыто? Открыто. А кто-нибудь есть живой здесь? Тут репетиция. Тут репетиция. Это режиссеры. Режиссеры сейчас. Там. Да, 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 да. Готовят режиссерский показ. Потому что у нас курс. Три режиссера, а остальные актеры. Давайте-ка, вот сейчас мы закончим разговор вот на том, вот, актеры, актрисы. Но это же на самом деле мечта очень многих. Я хочу быть актером, я хочу быть актрисой. А потом выясняется, что это ведь работа иногда адовая вообще-то. То есть, ну, вплоть до того, что, например, я вот разговаривал с гримерами. Некоторые актеры сейчас, если они знают об этом, они включают в контракт стоимость потом восстановления кожи в каких-то специальных центрах. Потому что на тебя столько всего наносится ежедневно. На волосы твои и на прочее. Особенно, если это какое-то жанровое кино и прочее. Вот если кто-то сейчас из молодежи, как это говорится, смотрит это так, куда у нас микрофончик делся сейчас. Вот он. Вот можете сразу сказать, с чем ему придется столкнуться? Вот когда вот он ступит на стезю. Ну, я, вы знаете, я думаю, что ему прежде всего он столкнется с унижением. С унижением, которое начинается с вступительных экзаменов, продолжается достаточно долго. Потому что само мнение, присущее людям, которые думают об этой профессии, особенно в молодом возрасте, оно такое угубительное. И по нему приходится сильно бить с самого начала, начиная с вступительных экзаменов. Потому что, как правило, они накачивают себя дерзостью, для того, чтобы прийти и дерзко заявить о себе. Эта дерзость фальшивая, она такая раздражающая меня лично. И поэтому, я большой любитель шарахов, поэтому, и чтобы это разлетелось в дребезги. Вот когда это все разлетится, вот тогда будет понятно, там есть личность, которая интересна или нет. Потому что, с моей точки зрения, для того, чтобы, так сказать, не слиться с массой и не стать безработным, конечно, актер должен быть личностью. Прежде всего, интересная личность. Сам по себе. Конечно, конечно, сам по себе. Сегодня это нивелировано совсем, хотя стало проявляться. Вообще, какие-то вещи хорошие, мне кажется, вот то, что я наблюдаю, они возвращаются. Но содержательность, они вообще, вот для меня, мои студенты, они мне многое открыли. Потому что, ну знаете, так я рассуждал вообще, или когда там появятся на съемочной площадке, а здесь я с ними долго. Они очень вдумчивые, они очень много читают, они много смотрят, они очень восприимчивые, они очень сильно хотят. И причем они хотят таких глубоких вещей, понимания профессии. Это меня очень сильно обнадеживает. Я с ними с удовольствием занимаюсь. И мне кажется, вообще, я им это все время говорю, что ренессанс неизбежен, мне кажется, что он где-то недалеко. А вот ваши актерские курсы, это вообще что? Это не актерские курсы, это мастерская, набранная при нашем театральном институте на Маховой. Но поскольку здесь у меня офис, поскольку когда об этом зашла речь, то я сказал, что я, конечно, прежде всего кинорежиссер. И если я буду набирать, то это будет кинокурс. И так мы и решили, что это будет кинокурс. Значит, у них основные занятия все происходят на Маховой. А мастерская находится здесь. И мы с ними очень много занимаемся кино. И даже сняли кино. Сняли кино. В редчайший случай, я думаю, что единственный в своем роде. Когда-то это делал Герасимов со своим курсом. И снимал их достаточно часто. Вот я первый раз их снял в «Совести». А вот сейчас без правил они все у меня сыграли главные роли. Между вторым и третьим курсом. По сути дела. Это был большой риск. Но для них это огромная школа. То есть они сегодня в этом вопросе профи. Потому что, понимаете, тут еще есть один очень важный момент. В наших театральных институтах все немножко косно с точки зрения обучения именно кинопрофессии. Потому что... Там снова сцени. Там учат сцене. Потому что не всякий актер театральный, очень хороший, может войти в кадр, быть интересен. Вот есть такой фокус. Потому что кадр и камера, она читает несколько другой порядок природы. Понимаете? У нее другое отношение к лицу, к пластике и так далее. И плюс еще процесс обучения. Потому что они вот потом ходят, тыкаются по этим кастингам, бегают сотнями. Понимаете? А у них опыта нет. Они приходят и они не могут... Камера требует такого... Вот как раз отсутствия всякого налета, фальши и так далее, и так далее. Она требует природы истинной от человека. А эти молодые люди не знают этого. И они внесут сюда театральность. И в силу этого очень многие проваливают, конечно, кастинги. Этому надо учить. Стояние перед камерой, существование в камере, крупный кадр, требующий другой мобилизации просто. Это большая... Это профессия. Вот поэтому я всем начинающим гидам говорю, снимайте себя хотя бы просто на телефоны. Потом смотрите на себя со стороны. И вы за счет этого процесса получите больше, чем все эти, блин, ваши курсы гидов, переводчиков и всех остальных вместе взятые. Что не отменяет, на самом деле, курсы гидов, переводчиков, но тем не менее. Хорошо. Значит, тогда мы будем ждать выхода фильма. Я вас уверяю, что он вызовет очень противоречивые отзывы. И это нормально, потому что кино, оно, собственно, для того и делается. Ну, такого рода кино, чтобы, так сказать, ставить вопросы, на которые люди уже самостоятельно находят ответы. Сейчас мы прервемся, потому что будет за кадр от меня. Этот выпуск мы снимали задолго до нынешних событий, в результате которых моя книга про пиар во время русско-японскую войну приобретает все большую актуальность. И уж еще большую актуальность приобретает мой роман «Корень», который я, честно говоря, даже боюсь перечитывать. Настолько он... Ну, в общем, сами узнаете. А вот книга про Невский проспект, мой путеводитель. Она вне времени, вне пространства. Все это можно купить у меня на сайте, либо после моих экскурсий, во время чего я их подписываю. А экскурсии эти будут продолжаться. Они будут проходить и на гендерных праздниках у нас, 6, 7, 8 марта в Петербурге, и через выходные. И точно так же вас ждет еще повтор лекции, я читал ее в Москве, но не читал еще в Петербурге, про бизнес Марии Павловны, старшей дочери Дмитрия Павловича. И как раз там в ее воспоминаниях есть прекрасные пассажи, которые тоже очень актуальны сегодня. Все анонсы есть у меня на сайте. Когда я окажусь в Москве, пока не знаю, но следите, опять-таки, за информацией. Там все появится. Ссылку вы найдете в описании под этим выпуском. А еще хочу вам показать пару моментов, которые мы не то чтобы упустили из виду, но которые не входили в план нашего маршрута. Вот эти все трубы, которые я периодически показываю во время своих экскурсий, вот здесь, на территории Ленфильма, есть уникальная котельная. Вот она, видите, котельная. Сохранившаяся еще старой заводской трубой из кирпича. Сейчас их всех обычно меняют. Вот по Петроградке мы когда ходим, я там показываю новой котельной, а вот она функционирует и, видите, дымит. Дальше здесь есть наш любимый домик Неболей. Видите, вот эти полосы, да, которые сюда впендюрины, чтобы это здание не рассыпалось лишний раз. Ну, а тут у нас есть Эписов Модерн Арт. Посмотрите. Сюда сотрудники ЖКХ добраться не могут, поэтому здесь это все выживает спокойно и непринужденно. Причем сейчас, если мы поищем, ну вот, Леша Мелкий, это его творение, а здесь непонятно. К сожалению, не можем сказать, кто сию изобразил. Но очень типичный тоже для Петербурга пейзаж. Видите, сосули, которые норовят упасть на вас. Там, кстати, сверху тоже надо показать. Ты сняла? Какая ты молодец. Вон, наш прекрасный, хороший. Ну, и здесь вот эта вот картина, она уже не вызывает никаких вопросов, потому что, как я уже говорил, это утилитарная застройка, не до красоты. Вижу, было живо. Живо. Вот она, прекрасная иллюстрация цех подготовки съемок, костюмерный участок. Ну, а на этом все. Алексей Петрович, большое спасибо вам за... Нам более чем достаточно, и про кино, и про структуру, и все. Комментарии туда, увидимся. И прежде чем прощаться, небольшой бонус еще от меня, мы подсняли это отдельно, и, как я обещал, съемка, как мы выезжаем с фильм фильма, чтобы понимали, где там заезд, непосредственно для автолюбителей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok